Всем привет и добро пожаловать в Хайфу, город-порт на севере Израиля. Пожалуй, Хайфа известна прежде всего бахайскими садами. Именно поэтому наше видео о них. Очередной день в Хайфу. Сегодня мы выбрали бахайские сады. Но не для того, чтобы посмотреть и погулять по ним, а для того, чтобы узнать, когда у них будет на русском языке. И когда мы сюда все-таки придем, походим и погуляем. Мы приехали сюда на автобусе, потому что Аня не знала, как сюда пройти, не знала, как проехать. Проехали прямо-прямо, потом она сказала, что сейчас повернем налево и выходим. Вот так вот она не знает город и куда ходить. Ну ладно, пойдем. К сожалению, вместо входа мы приехали к выходу. Там не было никакого расписания экскурсий. Да и вообще ворота были закрыты. Поэтому мы решили их обойти и зайти с тыла. Значит, нам предстояло подняться по этой лестнице. Мы на лестнице где-то рядом с бахайскими садами. А все дело в том, что приехал куда-то, куда-то на лестнице. Потому что там нет подписания экскурсий. И нам предстоит идти наверх. Вообще к бахайским садам поднимаются только паломники. Но мы все-таки захотели подняться. Тогда, конечно, пошли немножко нужным путем. И члены какой-то лестнице. Но мы вот теперь одолели, сели отдохнуть, поболтать по телефону со всеми подлехов, подрохировать, поставить видео и пойдем дальше. Мы все-таки узнаем, когда будет экскурсия. И уже будем спускаться. Ну а дальше нас ждало самое интересное. Мы не дошли до того, до пункта назначения. Потому что где-то мы сейчас на средине бахайских садов. Но первая лестница закончилась. Нас ждет восхождение еще на одной лестнице. И она уже начинает себя чувствовать паломник. В котором уже нафиг сдались, если честно, эти бахайские сады. Ну, пойдем дальше, посмотрим. Мы должны узнать. Но нас так просто не запугать. Мы зря старались. Это реально тупик. Как нас предупреждали в этом ступеньке на русском языке и на английском. Но мы уже не поверили. Вот тут много красивых лимонок. Пойдем вниз. Ну да, в принципе. Райончик хороший, вид на море. С лимонами будем пытаться. Ну не знаю. Не дашь лимона бахайских садов. Ну ладно. Слушаем. Музыка. 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 Будем считать, что мы дошли до бахайских садов. Там очередной раз. Вот они. Практически над нами. Проходит мостик. И лезем ко мне. Ну мы по ней не заберемся. Поэтому разворачиваемся. Идем назад. Едем домой. В этот раз мы заехали уже выше. Но. Оказалось это служебный выход. Несмотря на то, что мы так и не добрались до входа в бахайские сады. Расписание экскурсии узнать нам удалось. Спасибо за это охраннику и служебного входа. Поэтому возвращались домой мы уже не с пустыми руками. И четко знали, что в следующий раз мы попадем на экскурсию. Музыка. Теперь мы во всеоружии. А значит настало время подняться на самый верх. Для этого мы решили воспользоваться местным метро. Кармелит это не совсем метро. Это скорее фуникулер. С его помощью можно подняться на гору Кармель. Длина тоннеля составляет всего два километра. А по пути поезд делает всего шесть остановок. Для входа в бахайские сады необходимо доехать до конечной станции Кармель-центр. Музыка. Сегодня мы наконец замкались на верхней площадке бахайских садов. Сейчас пойдем на экскурсию. Но тут осталось идти метров сто. Поэтому я думаю уже доберемся. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Ворота действительно оказались теми самыми и вот мы уже на территории Бахайских садов. Продолжение следует... Продолжение следует... Бахайские сады состоят из 19 террас, соединенных между собой лестницей. Длина этих лестниц составляет порядка 1 километра, а высота – 300 метров. На территории запрещено пользоваться мобильными телефонами, а также кушать. Зато здесь есть более 450 видов различных растений. Вся эта красота обслуживается группой из 90 человек, большинство из которых – волонтеры. А тут мы уже видим кукол-усыпальницы бобы. Основатели религии Бахаи. Надо заметить, что в дождь обычные экскурсии не проводятся. Но так как он застал нас в середине маршрута, мы, естественно, прошли его до конца. Но дождь быстро закончился, и вот уже сады снова были освещены солнцем. Продолжение следует... Прошли экскурсии. Экскурсия длилась 45 минут. После экскурсии спустились в храм Бобы. Бобы, да. Внутри оказалось небольшое помещение. Сладная ковра, везде горячие. Сейчас вышли уже парк. Это, по сути, единственная площадка, где можно свободно перемещаться во всем саду. Гуляем и скоро поедем домой. В целом, впечатление отличное. Очень красиво. Все зеленое, цветет, красота. В какой-то момент пошел дождь, немножко промокли. Да, бахайские сады красиво. У меня впечатляли, конечно, в основном апельсины на дереве, до которых так и не удастся забраться. В принципе, много красивых цветочков, особенно розы. Классные. И вот так у меня впечатление не очень. Сад и садка. Вот и пришло время прощаться с бахайскими садами. Однако, я уверена, я сюда еще обязательно вернусь. Продолжение следует...